Дорога по улице Чуйкова в районе 7-й горбольницы вошла в список участков с высокой интенсивностью движения. После установки знака ограничения водителям разрешено будет двигаться со скоростью 40 км в час. Участок сложный, здесь часто случались аварии. Кроме этого, в округе расположено много социальных объектов, помимо больницы, детсады, школы, роддом. Подобные зоны спокойного движения вскоре появятся во всех районах Казани. Это всегда хорошее видение, даже относительно пешеходов и относительно водителей, потому что много лихачей, которые просто игнорируют всякие знаки светофоров и скоростные. Поэтому это хорошее видение для всех. Как лихачи летали, так они и будут летать. Им это не поможет. Хоть маленькая скорость будет, хоть большая. Ранее в госавтоинспекции заявили, что ограничить скорость передвижения по городу они вынуждены по причине высокой степени аварийности. Такие участки были определены, исходя из анализа происшествий. Вот это вот от одного светофора долететь до другого и там стоять. Весь вопрос, у нас сейчас появились умные светофоры, как их называют, которые будут реагировать на транспортные потоки. Если человек едет со скоростью 40 км в час, подъезжая к следующему светофору, если поток будет идти без вот этих, так скажем, скачков, то 80, то на 40, то еще куда-то, то их будет намного проще отрегулировать. В скором времени знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км, появятся на 70 участках города. На улице Восстания, к примеру, он уже установлен. Водители просят быть предельно внимательными и не забывать. Здесь больницы, детские сады, школы, интернат. Да, я думаю, что не нужно. Вообще. И так нормально езди, никто не гоняет. Надо сказать, что как в других городах. Зачем впереди планеты все бегать? Допустим, в Самарской области вообще там можно спокойно ездить, ограничение скорости не такое. А у нас вот все хотят ограничить, все уезжать. В Казани имеется в виду. Я лично категорически против. С полным списком всех участков зон спокойного движения можно ознакомиться на сайте эфир24.тв. Эдуард Гемодеев, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.